Ииии всем привет мои утята, с вами Утка Тока, сегодня у меня для вас довольно неожиданная новость, я решила стать печкой. Я нашла в ютубе очень интересный туториал от тетушки Пфиф. Сегодня я буду проверять работает он или нет, но я все равно на 100% уверена, что он сработает, потому что лайфхаки тетушки Пфиф всегда работают. Что ж, но я не вижу смысла затягивать, всем приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает. Открываем ноутбук и включаем тетушку Пфиф. Всем привет, с вами тетя Пфиф, и в этом видео я покажу вам, как стать самой настоящей волшебной феечкой в Токе, способ рабочий и проверенный. Ну что ж, давайте начинать. Для начала определитесь, какой феей вы хотите быть. Например, зубной феей, феей, которая говорит с животными, или феечкой Винкс. Короче, феи бывают разные. Но с животными я и так разговариваю, поэтому буду всемогущей феей из лайка. Дальше нужно сделать соответствующий образ феи. Вот такая сасная из меня получилась феечка. Вау, просто хорошиха нереалка. Итак, мне нужно тоже сделать соответствующий образ феи. Приступаем. Вот такая феечка из лайка получилась. Оцените в комментариях от 1 до 10. У каждой феечки есть своя волшебная палочка. Ее можно сварить из обычной палки. Ага, понятно. Мне нужна волшебная палочка. Я как раз себе кое-что заказала. Уже лечу. Спасибо за быструю и удобную доставку. До свидания. Ой, ребята, ну капец тяжелая. Это очень крутая вещь. Точнее, вещи. Открывать буду в праздничной, так как тут более-менее есть место. Короче, ребят, это очень крутой набор для феечек. С помощью него вы сможете сварить какие-нибудь артефакты, волшебную палочку, ну и в принципе практически что угодно. Только вот я не могу понять, почему из него идут белые пузырьки, если там ничего нет. В инструкции написано вылить все содержимое, этим делем можно пользоваться только один раз и кинуть все баночки в котел. Они там растворятся и как-то там вот это все. Я еще пока не разбираюсь, поэтому ладно. Ну а теперь нужно подождать 2 часа, когда оно все растворится. Затем, как сказала тетушка Пфиф, нужно кинуть обычную палку. И она должна превратиться в волшебную. В принципе, что и произошло. Просто посмотрите, какая красивая у меня получилась палочка. Итак, тетушка Пфиф, а что делать дальше? Теперь, когда у вас есть волшебная палочка, нужно провести волшебный ритуал, чтобы стать настоящей феечкой. Без него вы не сможете быть феей. Сначала выпейте 3 стакана воды. Потом постучите в угол стола. Дальше понюхайте кота. Напишите на бумажке ваше имя, и съешьте ее. И посыпьте себя волшебной пыльцой. Теперь ложитесь спать. И на следующий день вы уже будете обладать волшебной силой, и сможете летать. Готово. Эм, а что если стол круглый? Ну, ничего страшного, у меня есть второй стол. Постучу побольше, чтобы уж наверняка. Ай, что-то нога болит, ну ладно. Габи! Да не бойся ты, я тебя просто понюхаю. Фу, что ты, ты давно вообще купалась, Габи? Ты что воняешь? А ну не обзывайся. Эм, ну ладно. Написать на бумажке свое имя и съесть ее. Окей, вообще не проблема, бумагу ем практически каждый день. Короче, ребят, у меня дома есть точно такая же пыльца, как у тетушки Пфив, поэтому посыпаемся, да побольше, чтобы стать настоящей супер-мега-шмега-феей из лайка. Ну а теперь ложимся спать. Доброе утро! О, я уже чувствую магическую энергию. Кажется, я могу летать, но я не уверена. На всякий случай посмотрю, что еще нужно сделать, чтобы стать настоящей феей. Еще вам нужен волшебный питомец, который будет вам помогать. Теперь вы его можете просто наколдовать. Абра-кадабра, короче. Я наколдовала себе какую-то козявку. Ну все, поздравляю, теперь вы стали самой настоящей волшебной феечкой. Теперь вы можете заниматься обычными делами феечки и делать, что захотите. Например, можете захватывать весь мир и вас никто не остановит. Захватывать весь мир и меня никто не остановит? Это мне подходит. Но для начала мне нужно наколдовать себе магического питомца. Абра-кадабра, короче. Эй, ты еще что за кракозябра? А ну дайте мне нормального питомца! Короче, ребят, все, теперь я точно могу летать, зацените. Винс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе. Винс, лучше вступить. Короче, все, я уже налеталась. У меня есть идейка поинтересней. А, пойдемте на кухню. Абра-кадабра, короче. А слушайте, ребят, феей быть не так уж и плохо. Ммм, ням-ням-ням, вкуснота. Короче, ребят, у меня появилась еще более интересная идея. Абра-кадабра, короче. А-а-а-а! Вау, ребята, я на Мальдивах! Заклинания работают. Ну что ж, сейчас я буду тут плавать и купаться. Че-то мне надоело. Опа, там корабль. Тебе когда-нибудь давали чапаля со скоростью света? Нет? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Не понял. Зачем я могла себе просто денег наколдовать, но мне так захотелось. Потом я поплавала в джакузи с видом на море. И в завершении программы... Габи, привет, че делаешь? Отстань от меня. Иди отсюда со своей Чупакаброй. И ты сама тоже Чупакабра. Как ты меня назвала? Нет, то, что это Чупакабра, это понятно. Но я-то тут вообще не Чупакабра. А ну, абра-кадабра, короче. А че не работает? Абра-кадабра, короче. Всегда мечтала это сделать. Ты че офигела? А ну иди сюда. Я сейчас тебя и твою Чупакабру на колбасу пущу. Аааа, ребята, спасите. В общем, ребят, феечка быть довольно прикольная. Но есть, конечно же, и минусы. Это внешний вид и странный питомец. Но также нужно заморочиться с этими ритуалами и туториями. Но в принципе, мне понравилось. Спасибо тебе, тетушка Пфив, за такой прекрасный туториал. Что ж, ну а на этом все. Ссылочка на оригинал есть в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.